В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Ежегодно здесь подписывают сотни документов о сотрудничестве. Ряд соглашений сегодня заключила и Чувашия. Подробности в следующем материале. Деловая программа Санкт-Петербургского форума довольно насыщена. Обсудить экономическую повестку в северную столицу приехали гости из более чем 70 стран. Всего порядка 15 тысяч человек. Политики, бизнесмены, авторитетные эксперты. С утра и до позднего вечера в экспоцентре нескончаемый людской поток. Чувашская республика продолжает развивать двухсторонние связи. Сегодня стратегические документы взаимодействия подписали глава региона Михаил Ивнатьев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Одна из задач – рост товара оборота. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Крупнейший машиностроительный холдинг Кузбасса уже работает в республике. В его структуру вошли предприятия концерна «Тракторные заводы». Губернатор области отметил, что у регионов колоссальный потенциал, который необходимо развивать. Кузбассовские предприниматели зашли в Чувашию, в «Трансмашхолдинг». Там будет развиваться на четырех площадках они развивают свое производство. И мы договорились о том, что мы будем поддерживать это производство. Мы будем поддерживать разработки новой технологической технологии с Кузбасса, с нашего научно-образовательного центра, новые технологии в это производство. Мы поняли, какой огромный потенциал у нас в стране, в наших республиках. Насколько он еще до конца не раскрыт. И если вот это все вместе, всем дружно реализовать, получится очень большой рывок. То есть у нас и научный, и образовательный потенциал очень серьезный, промышленный потенциал очень серьезный. Ну и, естественно, мы будем заниматься и культурой. Без культурного обмена невозможно. Стороны обсудили и реализацию образовательных программ по подготовке участников чемпионата молодые профессионалы. Нам нужны сейчас эти рабочие специальности, без них прорыва не будет. Я вам что-то скажу. Мы, участвуя в федеральном конкурсе, создали дружный мега-региональный центр по компетенциям. Это электроника, автоматика, радиотехника. Среднепрофессиональное образование. И на национальном чемпионате сейчас от Тарстана два золота. Заработали, приехали и на чемпионате... Какое место заняли по России? Общекомандное место 16-е. На взаимовыгодной основе будем работать, обмениваться. Сегодня на новый уровень выходит и сотрудничество Чувашской республики с Ленинградской областью. Главы регионов подписали соглашение о взаимодействии. Поздравляем участников с подписанием соглашения. По итогам прошлого года товарооборот между регионами превысил 350 миллионов рублей. Большим спросом в Ленинградской области пользуются электротехника и продукция предприятий легкой промышленности Чувашия. Я хочу сказать, что Чувашская республика давний партнер Ленинградской области. И мы имеем хорошие связи и культурные связи, и социальные связи. Мы смотрим и изучаем лучшие региональные практики друг друга. Спасибо, Александр, вам и жителям Ленинградской области, что в городе Мурино назвали одну из улиц, улица Никита Печурина. Это наш уроженец, востоковек. И второе, хочу сказать, вы поддерживали нашу национальную культурную автономию. И поддерживайте. Сегодня же глава региона провел ряд двухсторонних переговоров с губернаторами субъектов, руководителями федеральных ведомств и потенциальными инвесторами. Реализацию проектов промышленности, торговли и туризми поддержит Сбербанк. В документе о взаимодействии Герман Греф и Михаил Игнатьев поставили электронные подписи. Соглашение подписано. Итак, сегодня Санкт-Петербургский экономический форум стартовал официально. Пленарное заседание проведет Владимир Путин. Ключевая тема – формируя повестку развития страны. Ожидается, что президент обозначит и задачи для глав регионов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга.